Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейщий Ди и добро пожаловать в новое видео! Кевин О'Лири, известный миллиардер и инвестор, сегодня объясняет, почему все ошибаются насчет криптовалютного рынка, а точнее насчет этого падения биткоина. Кроме этого, он рассказывает, как именно он переживает эту рецессию и во что он инвестирует. Будет интересно, поэтому буду надеяться на твою поддержку лайком. Давай наберем хотя бы 4000 лайков. Это помогает видеоролику находить более широкую аудиторию, что в свою очередь мотивирует меня на создание нового контента. Я знаю наверняка, я говорил об этом раньше, но повторю снова. Спустя десятилетия криптовалюта и блокчейн станут 12-м сектором S&P 500. Единственное решение, которое должны принять инвесторы прямо сейчас, это как много вкладывать в криптовалюту и как распределить эти вложения. По моему мнению, очень большим событием станет политическое принятие криптовалюты. Оно откроет двери для потоков денег из пенсионных и суверенных фондов, ведь сейчас они закрыты. Люди говорят о биткоине, о его капитализации в 500 миллиардов долларов. Это вообще ничто. Ничто. Для финансовых сервисов это капля. Даже половина капли. Да, в биткоине есть несколько супербогатых инвесторов, ряд хедж-фондов да кучка розничных инвесторов, но биткоин все еще очень мелкий на фоне всех финансовых сервисов. Однако потенциал заключается в том, что политическое регулирование будет, и внезапно найдутся суверенные фонды размером от 100 миллиардов долларов, которые захотят вложить хотя бы 1% в биткоин. Но я инвестирую на еще более глубокую, долгосрочную перспективу. Если я накапливаю биткоин до 30 и даже до 40 тысяч долларов, я рассчитываю на его курсы от 100 до 200 тысяч долларов в будущем. Если индексатор говорит, что вкладывает 1% депозита в монету, а она из-за волатильности падает на 20, он докупит ее, чтобы снова был 1%. У них есть ставка на рынке постоянно. Но это будет в будущем. А кто же сейчас является участниками рынка? Во-первых, я могу указать на институционалов, тех, которые ходят на бейсбол в своих смешных шляпах, чтобы их никто не узнал. А также, ты удивишься, во-вторых, правительственные официальные лица из разных стран. Что это значит? А то, что мы постепенно идем к глобальному политическому принятию биткоина и криптовалюты. Я думаю, прямо сейчас ставить на конкретную монету или токен не лучшая стратегия. Мне больше нравится аналогия с золотой лихорадкой, которая случилась сотни лет назад. То есть, тебе лучше было бы иметь лопаты, инструменты и джинсы для рабочих, чем найти дырку в земле и пытаться добывать из нее золото. Я ищу подобные возможности в мире крипты. Например, вкладываю в акции криптокомпаний, таких как Immutable Holdings. Им принадлежит ресурс NFT.com, если что. Это инфраструктурные компании в мире криптовалюты. Еще одна компания – Вандерфай. Она занимается покупкой множества регулируемых криптовалютных бирж и обменников, чтобы предоставлять услуги банкам в таких странах, как Канада, например. Еще есть BitZero. Это приватная компания, которая занимается в том числе и зеленым майнингом в ряде стран, включая Норвегию и США. Поэтому я думаю, что криптовалютная инфраструктура – это лучшая стратегия. Покупать и владеть частью криптобирж означает быть устойчивее к поведению курсов монет. Неважно, падают они или растут, тебе все равно платят. Это то, на что я фокусируюсь прямо сейчас. У меня есть портфель на 32 монеты, тем не менее. Polygon, Solana, H-Bar, Helium, Avalanche и так далее. Это все, по сути, программное обеспечение, даже не монеты, а ПО. Так что я инвестирую в ПО. Попробуй осознать это. Индексеры создают различные индексы, например, в Европе. У нас есть индекс, который включает в себя 50 самых популярных акций. В основном это акции из швейцарских компаний, также французских, немецких и английских. В Швейцарии биржи работают со швейцарским франком, Франция и Германия оперируют евро, а на лондонской бирже нам нужен, конечно же, фунт стерлингов. Как мы в них инвестируем? Если мы создаем, например, инвестфонд на 100 миллионов долларов, нам приходится конвертировать валюты из одной в другую, из одной платежной системы в другую и обратно. Это такая бессмысленная потеря капитала для любого инвестора, лишние сдержки и ненужные траты. Подумай, например, о криптовалютных платежных системах, о том же стейблкоине от Секл, USDC, просто об одном из многих. Если бы нам удалось получить регулирование от европейских регуляторов только для одних лишь стейблкоинов, только для них, потому что рынок валют на земле самый большой, это триллионы долларов, и он невероятно неэффективен. Наше предложение очень простое, давай проводить аудит этих стейблкоинов раз в месяц. И второе, давай убеждаться, что любой актив, который обеспечивает эти стейблкоины, не старше 12 месяцев. Очень простое регулирование, и все это понимают. Если мы его получим, я потенциально смогу использовать единую платежную систему для всех своих операций покупок акций. И внезапно оказывается, что инвесторы экономят миллиарды долларов, из-за отсутствия необходимости использовать множество валют и платежных систем. К сожалению, принять такое политически требует мужества, дальновидности и лидерства. Это, кстати, показывает разницу даже между отдельными штатами в США. Есть некоторые отдельные политики и губернаторы, некогда бывшие бизнесмены, от того понимающие, как важно предпринимать шаги для привлечения капитала. В этом плане инвесторы в Объединенных Арабских Эмиратах очень продвинуты. Они думают не только о том, как уменьшить углеродные следы тех же платежных систем, но также у них есть то, чего нет у Соединенных Штатов. Еще с 10 лет назад они начали инвестировать в производство полупроводников. Поэтому, когда компания BitZero пришла на рынок, она не только привлекла капитал, но также уже имеет большое предложение полупроводников. Поэтому они могут строить свои майнеры в Северной Дакоте не за два года, как другие, например, Bitmain, а всего за 14 дней. Другие компании пытаются достичь такого же результата, но BitZero и Арабы далеко впереди из-за своей дальновидности еще 10 лет назад. Они уже доказали, что это работает в Норвегии. Теперь осталось взять команду, отправить их в США и сделать там то же самое. Это очень мотивирует и укрепляет мою веру в криптовалюты и блокчейн.